Течёт крыша, а пол ходит ходуном. В таких условиях жители дома в историческом центре Тюмени правильнее, наверное, сказать, существуют не первый год. Люди ждут расселения, но когда будет новоселье, они не знают. Поэтому некоторые собственники уже переехали в съёмное жильё, ведь даже по лестницам старой постройки подниматься опасно. Юлия Левачёва убедилась. Посмотрите, дом вообще скосился. Эти лестницы, видите, в каком состоянии. Мы ели, боимся вообще ходить. Оно всё ходуном здесь ходит. Семья Эллады Карагашева съехала отсюда лет 8 назад. Говорит, когда на голову стала падать штукатурка, решили снимать квартиру. В семейное гнездо приходит убедиться, что их этаж ещё не рухнул. Всё падает тут, даже пол шатается. Не дай бог этот пол упадёт вниз. Там маленькие дебятишки живут. И двое другое что-то случится. Затыкали все окна, всё. Этого не было. Я когда последний раз приходила, сейчас опять упала. Мы ещё тут плотим, как будто у нас дворник есть, как будто тут ремонт делали. Тут ничего, дворника нет, никакого ремонта тут. С 73-го года тут никакого ремонта никогда не делали. Лады тоже нет у нас. Таскали мы воду. Здесь вот раньше было стекло. Дом садится регулярно, и стекло лопнуло, просто вылетело. Анна Васильева всё ещё живёт в доме. Её квартира на первом этаже. Потолок в разводах, трещинах и волнах. От недавнего ремонта фактически ни следа. Дом на плаву жильцы поддерживают своими силами. Ведут борьбу с крысами и пытаются решить коммунальные проблемы. Говорят, рассчитывать больше не на кого. Когда будут морозы, всё замерзает, вода замерзает, батареи лопаются. Управляющая компания тоже писала про это. Дом, которому больше ста лет, признали аварийным месяц назад. Сейчас в очереди на расселение. Он 85-й. Жильцы должны переехать в новые квартиры до 1 января 2031 года. У нас ликвидация во время жилищного фонда осуществляется опережающими темпами. Поэтому я думаю, что этот срок будет существенно сокращён. Ну а на тот период, пока этот дом не снесён, соответственно, управляющая компания должна принимать необходимые меры для поддержания эксплуатационных свойств этого многоквартирного дома. В этом году в городе снесли 28 тысяч квадратных метров аварийного жилья. План на 2022-й – 30 тысяч. Жильцам на Пароходской остаётся только ждать. Вот тут два тоже дома было расселили. Сейчас вот этот дом расселяют, там, наверное, ну, семей. Две-три семьи осталось. Опасно, как бы, за сыном боюсь. Считай, жена беременна. Как потолки выдержат, как фундамент выдержат, как дом поведёт всем. Не знаю. Этой историей уже заинтересовались городские власти. Они намерены выяснить, почему дом в таком состоянии. Юлия Левачёва, Евгений Доценко, Артём Суханов, Тюменская служба новостей.